Хаджимба совершил рабочую поездку в Новый Афон, в рамках которой ознакомился с ходом строительных работ двух объектов – детского сада и дворца молодежи. Кроме того, Рауль Хаджимба посетил Новоафонскую пещеру, где введено в эксплуатацию новое отремонтированное фойе. Репортаж на Аллыкове. Детский сад в Новом Афоне – первый объект, который посетил президент Рауль Хаджимба. Строительство дошкольного учреждения, рассчитанного на 100 мест, началось около полутора лет назад. Объект строится в рамках инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2017-2019 годы. Проектно-сметная стоимость – 139 миллионов рублей. Из них уже освоено 86%. Объект типовой. У нас два одинаковых садика фактически строится. Один в Афоне, другой в Ачимчирах. Строительство идет по графику. У них сейчас остались неосвоенными пока деньги по мебели и инвентарю. Просто проплатили аванс. Ждем поставку. Она будет ориентирована в течение 35 дней от сегодняшнего дня, если считать. К тому времени должно быть, я думаю, уже будет готово помещение для того, чтобы принять мебель и инвентарь. После того будет все собрано. Акт ввода. И запустим. Я надеюсь, что в сентябре, в конце сентября уже дети появятся. По Гагри школу. По Гагри школу. Там тоже была проблема из-за поставщика. У них с фасадной отделкой получилась. С фасадным материалом поставщик привозил не то. Им пришлось из-за этого себя заказать по новой. А школу, я думаю, что в сентябре. Я вам не дам, ребята. В сентябре должны. В сентябре, да. Ну, не знаю, не уверен, что 1 сентября. Но в сентябре... А я уверен. Ну, значит, сделаем так, как вы уверены. По словам начальника строительного участка Льва-Шамб, объект будет соответствовать всем современным стандартам и сдан в эксплуатацию в намеченные сроки. Мы в конце сентября полностью сдадим. Все зависит от оборудования, как придет. Уже уплочено, но иногда есть разные задержки там. А так, в основном, все нормально. Вообще, сейчас по инвест-программе хорошие объекты социального назначения строятся. Вы знаете, в Гаграх прекрасную школу строят, в Тхинах прекрасную школу, детский сад в Ачимчирах, детский сад в Новом Афоне. Это современные школы и современные детские сады. Все предусмотрено, что возможно предусмотреть. Пищеблок будет отличный. Даже подача пищи с первого на второй этаж механизирована. И я думаю, что это солидный объект. Затем Рауль Хаджимба посетил здание Дворца молодежи в Новом Афоне, которое восстанавливается за счет средств резервного фонда правительства. Дворец молодежи не функционирует уже порядка 10 лет из-за отсутствия в нем капитального ремонта. Выход из сложившейся ситуации был найден в этом году. Правительством Абхазии были выделены около 30 миллионов рублей. Здесь много молодежи, много людей, которые хотели бы, наверное, быть в ухе всех этих процессов культурного становления. А мы, во всяком случае, нацелены на то, чтобы вот именно такая работа была. У них, насколько я помню, по-моему, библиотека где-то в каком-то захудалом здании. Негде собираться. Негде проводить какие-то вечера, какие-то мероприятия. Поэтому это просто для людей, для тех, кто действительно нуждается в том, чтобы вот такая работа была бы проведена. Помимо капитального ремонта, здесь идет и строительство дополнительных площадок. Теперь на первом этаже появятся гримерные. На втором планируется разместить детскую библиотеку. Будет здесь и шахматный клуб. По словам главы администрации Нового Афона, ремонт Дворца молодежи – это долгожданное событие для всех горожан. Наш президент ситуацию с нашим двадцатым культурой знал, в каком она состоянии находится. Но, как я уже говорил, значит, она не попала в комплексный план развития нашей республики. Пришлось просто просить. Они выделили ту сумму, которая нужна была. Спасибо, я хотел бы сказать. Немного осталось профинансировать. У нас будет один такой серьезный, красивый очаг культуры в нашем городе. Также президент осмотрел новые вестибюльного Афонской пещеры. Здесь строительные работы были выполнены за счет предприятия комплексного Афонской пещеры. Сколько нам это обошлось? Это обошлось около 64 миллионов. Пока. Пока. Ну, есть какие-то еще недоработки. Процесс еще не завершен. Ну, а все основные работы сделаны, остались мелочи. У нас слишком большое количество людей в летний период, в летний сезон посещает Новофольскую пещеру. И держать их всех в холле в вестибюле уже практически было очень сложно. И физически, на самом деле, во-первых, использовать терминал, который установлен у нас по распоряжению Рамула Джунковича, электронная система обслуживания, да, вот, не позволяла нам оттуда все это как бы пропускать, проводить людей. Сегодня, благодаря этому, мы можем правильно, соответствующий с действующим законодательством, заниматься своей работой, обелечивать наших туристов, предоставлять им более комфортные условия для посещения пещеры. Как отметил министр по курортам и туризму Автандил Гарцкий, такой подход должен быть у всех руководителей туристических объектов. Сейчас в мире очень большая конкуренция в сфере туризма. И если каждый туристический объект по мере возможности будет вкладываться в свое собственное развитие, Абхазия вполне сможет конкурировать с популярными мировыми курортами. Тут самое главное, надо понять одну вещь. То, что было при первой нашей встрече, когда мы только начинали работать, и президент страны, Рауль Джункович, сказал о том, что все предприятия должны развиваться. То есть, заработанную прибыль, заработанные деньги вкладывать в собственное развитие. Это очень важно, потому что без этого невозможно конкурировать ни с одной страной. Потому что вы знаете, что туристическая отрасль очень быстро развивается, и мы должны конкурировать. Появление в новом Афоне новых социальных объектов имеет большое значение для жителей города. И как было отмечено по итогам поездки, все работы должны быть выполнены качественно и в запланированные сроки. Бегухава, Абхазское телевидение. В целях обеспечения централизованной межведомственной координации при проведении контрольных мероприятий, направленных на соблюдение законодательства в сфере оказания услуг по размещению туристов, а также при проведении контрольных мероприятий, направленных на соблюдение законодательства в сфере производства и реализации подакцизных товаров, созданы межведомственные комиссии. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Валерий Бганба, сообщает пресс-служба правительства Абхазии. Комиссиям в срок до 30 сентября поручена провести комплексные мероприятия в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих оказание услуг по размещению туристов и организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство и реализацию подакцизных товаров. Отчет о результатах своей работы комиссии должны представлять в кабинет министров еженедельно. Премьер-министр Валерий Бганба провел встречу с членами межведомственной комиссии по проверке хозяйственной деятельности РУП «Абхазсвязь». Председатель комиссии и заместитель министра экономики Заургулия сообщил главе правительства о проделанной работе, по результатам которой предложены меры для улучшения качества финансового управления предприятия и повышения эффективности его деятельности. Межведомственная комиссия по проверке хозяйственной деятельности РУП «Абхазсвязь» была создана распоряжением премьер-министра 26 марта 2019 года. Как известно, «Абхазсвязь» является крупным государственным предприятием Республики Абхазия, которое обеспечивает реализацию в том числе стратегических функций государства, поэтому особое внимание в правительстве было уделено деятельности этого самого предприятия. Комиссия состояла из представителей Министерства финансов Республики Абхазия, аппарата кабинета министров, управления по связи и массовых коммуникаций и непосредственно Министерства экономики Республики Абхазия. В течение полутора месяцев комиссия провела проверку всей хозяйственной деятельности предприятия и по итогам утвержденного плана мероприятия комиссия сегодня сделала предложение премьер-министру по видению и решению накопившихся вопросов в этой отрасли. Если говорить о ключевых выводах и рекомендациях комиссии, можно отметить, что комиссия предложила пересмотреть и расширить линейку предоставляемых услуг предприятиям в целях повышения конкурентоспособности и более устойчивого положения на рынке этих услуг в Абхазии. Также можно отметить, что комиссия предложила установить ряд экономических показателей, которые бы утверждались руководством собственникам этого предприятия, и работа по отслеживанию и выполнению которых проводилась бы систематически. Можно еще выделить рекомендации комиссии по оптимизации штатного расписания предприятия в целях определения наиболее оптимальной структуры предприятия и необходимости приведения в соответствии с действующим законодательством действующих договоров аренды на недвижимое имущество предприятия, для того, чтобы эти все вопросы унифицировать, сделать подходы к аренде более прозрачными и юридически более совершенными. В Народном собрании Абхазии прошло очередное заседание парламентской комиссии по проверке деятельности паспортно-визовой службы республики. Парламентская комиссия представила начальнику паспортно-визовой службы страны ряд выявленных нарушений. Репортаж Ринаты Шакая. Вопрос, который был обсужден в рамках заседания парламентской комиссии по проверке деятельности паспортно-визовой службы Абхазии, был поднят еще на прошлой неделе. И касается он выдачи общегражданских паспортов репатриантов, в частности, точного количества выданных документов. Вопрос также касался и взаимодействия между Министерством по репатриации и Министерством внутренних дел в целях ускорения самого процесса выдачи паспортов. На прошлом заседании комиссии было принято решение о том, чтобы к 24-му числу получить точные данные выдачи паспортов в Турцию нашим репатриантам в Сирию, если выдавались паспорта, и на Северный Кавказ. То есть возник вопрос о взаимодействии между вашим ведомством и МВД, чтобы ускорить этот процесс. Если возможно, чтобы этот процесс к 24-му числу был закончен. 1203 человека – таково общее число граждан, чьи документы были подготовлены и представлены Министерством по репатриации для получения абхазского паспорта за трехлетний период. А именно Турция – 343, Сирия – 196, Юордания – 256, Российская Федерация – 408 паспорта. На сегодняшний день в Министерстве обрабатывают 17 новых дел по выдаче общегражданских паспортов. С 2006 года по 2016 год зарегистрировано 5451 человек. То есть это паспорта старого образца, так называемые. Теперь Турция – 1906, Сирия – 383, Иордания – 58, Российская Федерация – 2780. После представленных данных комиссия приступила к обсуждению выявленных во время проверки нарушений работы паспортно-визовой службы. Были приведены конкретные примеры. На протяжении восьми месяцев депутатская комиссия разбирается в законности выдачи внутренних общегражданских паспортов Абхазии супругам Чулария и Шония, сыновья которых воевали в рядах грузинской гвардии против республики Абхазия. И один из них был тяжело ранен. В результате проверки выявлено, что одним из факторов, послуживших незаконной выдачи этим гражданам паспортов, стала справка с места проживания этих граждан, выданная администрацией села Первое обедие. В конце 2018 года эти вопросы были поставлены. Почему по этому поводу не была проведена проверка? Тем более, есть письмо от начальника районного отдела службы госбезопасности, где четко написано, что их дети воевали против нас, и один из них был ранен. Но в случае таком, как вы говорите, что было выявлено, что его сыновья являются участниками, мы такую бумагу с СГБ не получили. Лично я ее не видел. Если бы мы на нее отреагировали однозначно, то есть были бы проведены дополнительные проверки уже непосредственно паспорным подразделениям с выездом даже наших сотрудников для выявления факта этого. На заседание парламентской комиссии был приглашен экс-вице-президент Виталий Габни. Участниками комиссии также были представлены документы, на основании которых Виталием Габни якобы незаконно были продлены паспорта гражданина Абхазии. По мнению членов комиссии, подпись экс-вице-президента под данными документами поддельна. Мы будем обращаться к Генеральному прокуратуру с реагированием на это и свои выводы также изложим на ближайшие сессии, то, что происходило. Почему я спрашивал, когда, до какого времени вы были, потому что это было недавно. И они открыто нам говорят, что за это платились денежные средства. И плюс у нас возникли вопросы визуального характера, мы не эксперты, то, что ваша резолюция была явно серокопирована на чистый лист бумаги. То есть мы не эксперты, это тоже мы попросим сделать. После того, как экс-вице-президент Виталий Габни частично был ознакомлен со всеми собранными материалами, он заявил о том, что готов сотрудничать с комиссией, чтобы разобраться в данном вопросе. Прямо откровенно, чтобы с подделками были моих подписей, я никогда с этим не сталкивался. Тогда были какие-то другие моменты. Сегодня изощрились уже до чего-то еще. Но я заинтересован в том, чтобы вы дали этому официальный ход, поскольку так или иначе через ксерокопию моя стоит подпись, и я тоже, в общем, заинтересован в правде. Со своей стороны подниму наш журнал приема и учета, и мы проверим, были ли бы, влезли в нашем регистре вхождение этих документов. По итогам проведенной проверки комиссия считает неудовлетворительной работу паспортно-визовой службы страны. Все отработанные и собранные материалы будут отправлены в соответствующие органы, и на следующем заседании все материалы будут представлены и общественности. Рината Шакай, Томас Чикавани, Абхазская телевидение. В Общественной палате Чеченской Республики прошло торжественное подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Общественной палатой Республики Абхазии и Общественной палатой Чеченской Республики, сообщает Абсно Пресс. В составе абхазской делегации секретарь Общественной палаты Нателла Акаба, Надежда Венедиктова, Муаэт Афаунов, Роман Качарава и Низам Хапад. Представители Общественных палат обеих республик намерены активизировать сотрудничество на уровне гражданского общества. В Абхазском государственном университете на факультете экономики прошла защита магистрских диссертационных работ. В комиссию, которая принимала работы, вошли как абхазские, так и российские ученые. Возглавляет комиссию профессор департамента экономической теории и финансового университета при правительстве Российской Федерации доктор экономических наук Яков Ядгаров. Гугуца в Ардане расскажет подробности. Десять магистрских диссертационных работ выпускников Абхазского государственного университета по таким направлениям, как экономика, бухгалтерский учет и аудит, госуправление и менеджмент были представлены на суд комиссии во главе с председателем, доктором экономических наук Яковом Ядгаровым. Для своих работ молодые специалисты выбрали актуальные и интересные темы, связанные с развитием и модернизацией бухгалтерского учета, менеджмента и основных экономических направлений. Многие работы были посвящены деятельности организаций в различных отраслях экономики Абхазии. Например, выпускница магистратуры Арда Гургулия заинтересовала членов комиссии темой учет и оценка объектов историко-культурного наследия Республики Абхазия. В современном мире объекты историко-культурного наследия представляют собой огромнейший интерес. В странах с древнейшей историей, такие как Сирия, Индия, Израиль, Египет, Турция, которые богаты своей историей, а объекты историко-культурного наследия ценятся как золотовалютный резерв, запас. Абхазия представляет собой страну, государство на небольшой территории которой расположено и вообще находится огромное количество объектов историко-культурного, архитектурного наследия. Однако объекты историко-культурного наследия в Абхазии до сих пор не изучены, до конца досконально не изучены. Попытки систематизации объектов историко-культурного наследия в Абхазии только начинаются. Нам очень приятно констатировать, что защита магистрских работ наших молодых исследователей очень актуальны темы. И безусловно, Абхазский государственный университет заинтересован в расширении магистрских программ в университете. Мы проводим консультации с нашими выпускниками, говорим о том, что магистрская защита – это всего лишь промежуточный этап. И предлагаем им после их успешной защиты продолжить свое обучение, продолжить свои исследования и обучаться в аспирантуре. Университет заинтересован в расширении научного потенциала как экономического факультета, так и в целом нашего университета. Приседатель комиссии Яков Едгаров присутствует на защите магистрских работ студентов Агуни первый раз. И по его словам, выпускники магистратуры экономического факультета показывают хорошие результаты. Впечатление у меня из года в год только все более и более позитивное, благоприятное. Потому что ощущается большой вклад профессорского преподавательского состава в становление, подготовку кадров для национальной экономики Абхазии. Мы ощущаем высокий уровень подготовки всех, кто сдаёт госэкзамены, всех, кто подготовил выпускные работы и защищает их. Темы научных исследований по магистрским программам определяются на основе исследований кафедры бухгалтерского учёта и аудита Агу. Мы считаем, что предложения наших магистров могут быть заложены в программах развития учёта в Абхазии, могут быть использованы на предприятиях Абхазии. Я думаю, что уже мы можем говорить о каком-то опыте. Вот второй выпуск у нас уже существенно отличается. И в дальнейшем мы планируем набирать на магистрскую программу наиболее сильных ребят, наиболее одарённых, склонных к научным исследованиям. Приём в магистратуру экономического факультета был открыт в АГУ в 2016 году. По направлению «Бухгалтерский учёт и аудит» факультет выпускает магистров уже второй год, а по направлению госуправлений «Менеджмент» — первый. В Абхазии открывается первая Европейская футбольная академия «Юнити». О том, какие цели и задачи ставят перед собой учредители и по какой методике там будут обучать юных футболистов, они рассказали на пресс-конференции, состоявшейся в мультимедийном центре «Спутник Абхазия». Репортаж Саида Джарсалия. Репортаж Саида Джарсалия. Питаники получат одинаковое количество внимания со стороны тренеров и равное количество игрового времени в матчах. На сегодняшний день академия — это подразумевается система академии, то есть дети разных возрастов, и которым применяется разная методика и соответствие возраста ребёнка и предлагаемые ему практики. Каждый ребёнок в своём возрасте получает определённое образование, потому что в детском возрасте существует очень много сенситивных периодов, в которые ребёнок должен получать то или иное занятие. Касается это координации ловкости, гибкости, скорости, быстроты и многих других компонентов. Самое главное, что мы будем работать на пользу общества в спортивной сфере. В академии уже отобраны более 30 детей. Из них сформированы три группы, в каждой из которых не больше 12 юных игроков в возрасте от 5 до 6 лет. Пока что академия не обладает собственной спортивной базой и футбольным полем. Мы тренируемся на мини-футбольных полях, которые находятся около Совмина и около Дема. В перспективе мы рассчитываем тренироваться на стадионе «Динамо» и на стадионе «Республиканском». А ещё в большей перспективе мы будем строить свой стадион. Академия футбола Юнити действует независимо от Федерации футбола Абхазии. В планах у организаторов сотрудничество с известными европейскими и российскими клубами и организация совместных товарищеских матчей. Тренерский штаб будет состоять из профессиональных тренеров, которые будут ежегодно повышать свою квалификацию за рубежом. Уже в ноябре месяце отправляем наш тренировский штаб на повышение квалификации в Краснодар. Это является приоритетом, это будет происходить ежегодно. И весь тренировский штаб, весь личный штаб, весь технический штаб, который у нас будет работать, они будут компетентные люди, люди, которые будут специалистами своей деятельности. В Академии детей будут учить не только играть в футбол, но и правильно двигаться, падать, группироваться, вести здоровый образ жизни и правильно питаться. Так как спорт всегда связан с травмами, Академия будет сотрудничать с физкультурно-оздоровительным центром, который готов брать на себя услуги по лечению и реабилитации получивших травму детей. Для спортивных секций, в принципе, это весьма новая вещь, потому что, в принципе, за нашими детьми не идёт никакого контроля, нет в плане реабилитации. Вот у ребят теперь есть такая идея, есть возможность контролировать, смотреть за своими детьми и вносить свой вклад в их развитие. Если вдруг они получают травму, мы берём на себя ответственность, будем их быстро восстанавливать и возвращать их уже в спортивные тренировочные процессы. Официальное открытие Европейской Академии Юнити пройдёт 23 июня на столичном стадионе «Динамо». Сейджер Салия, Роберт Ломиа, Абхазское телевидение. И в конце выпуска традиционная информация о погоде. На этом наш выпуск завершён. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова